Теплая дружеская атмосфера царила в зале Центральной городской детской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина на протяжении всей встречи. Мальчики и девочки, нынешние воспитанники Брестского центра юных моряков в Слатилии, с большим вниманием и интересом слушали рассказы студентов вузов морской направленности, которые сегодня только постигают азы профессий. Однако им уже есть чем поделиться за плечами первой плавания на далекие расстояния. Это мероприятие мы традиционно проводим уже не в первый год. На Новый год мы собираем наших ребят, бывших наших учащихся, которые сегодня проходят обучение в вузах морской направленности Российской Федерации. Многие ребята, будучи студентами или курсантами морских учебных заведений, уже за плечами имеют такой морской стаж довольно-таки впечатляющий. У многих за плечами уже такие страны, как Венесуэла, Панама, Индия, Африка. Поэтому, конечно, я думаю, что сегодня будет им что рассказать, чем поделиться с ребятами, которые сейчас обучаются в нашем центре. Пригласили, преподаватель мой пригласил сюда, попросил рассказать молодежи, всем остальным, как поступали, как вообще, как в море, чтобы заинтересовать немного молодежь, наш, может, кто-то из молодежи захочет поступать к нам. Такие мероприятия проводятся ежегодно, однако каждый раз в ином формате. Особенностью нынешнего стало то, что организаторами было предложено пригласить родителей студентов. Ведь именно они внесли значительную лепту в воспитание своих детей. Они были свидетелями их первых шагов в морскую профессию. Они поддержкой опора в минуты сомнений и неудач. Сегодня мамы и папы будущих моряков вспоминают тот путь, который уже прошли их чадо, и, несомненно, испытывают чувство гордости за них. Вначале вроде бы была как детская мечта такая, ходил в клуб этих юных моряков, но потом вроде бы начал втягиваться, втягиваться, ему очень понравилось, но это стало его мечтой. Ну а сейчас вот учится студент пятого, курсант пятого курса, сходил в море, ему очень понравилось, очень понравилось. Ну, пусть Бог ему помогает, а мы всегда рядом. Я вообще мама двоих счастливых детей, которые закончили морскую академию Санкт-Петербургскую. Я очень-очень довольна, что они начали свой путь именно с клуба юных моряков Брестского и закончили в Санкт-Петербурге. Профессия моряка, какой бы увлекательной и интересной ни казалась со стороны, несомненно, трудна. Интенсивные физические и психологические нагрузки, сопутствующие плавания непредвиденной ситуации в пути, разлука с родными и близкими. Все это способен пережить только сильный духом человек, стойкий перед обстоятельствами, выдержанный и бесстрашный. Сегодня на Брещене таких немало. Ежегодно большое количество воспитанников Центра юных моряков с лотилией становятся выпускниками морских вузов. Хочется пожелать им в будущем попутного ветра и семь футов под килем. Дальнейшие планы – это хочу доучиться, и работа, и все, профессия позволяет работать где-то за границей, а жить дома. Поэтому планирую жить в Бресте, в родном, а работать где-то там, ну, как бы, где придется. Планы – закончить скорее работу, профессия, в принципе, все устраивает. Уже вот на практике был, как бы, ни в чем не разочаровался. София Бережная, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...